Приветствую, друзья, вас на канале Строим Дом своими руками. Сегодня у нас интересная тема, которую вы часто в своих комментариях у меня спрашивали. И сегодня у меня руки до нее все-таки дошли. Сейчас 8 утра, прежде чем начать рабочий день, я хотел бы вам рассказать все о своем заборе, как я его делал, сколько это обошлось, какие сложности я испытал, с чем я столкнулся. Я сегодня сориентировался по ценам приблизительно и понял, что от 2013 года, которые были на тот момент, цены недалеко и ушли на самом деле. Кирпич, например, стоит столько же, сколько он стоил и в то время. Ну, вы видите, да? Видите и высолы, которые на нем выходят. Делал я его самостоятельно в первый год своей стройки. Это был 2013 год, сегодня на дворе 2019. Соответственно, ему уже 5 лет. Конечно, может быть, сейчас я сделал бы это уже аккуратнее, более вдумчиво. Короче, ребят, вот здесь будут показываться фотографии с того родного 2013 года. Это первый год моей стройки, мои ажиотаж, амбиции и грех жаловаться. Они потихонечку вашими молитвами у нас реализовываются, поэтому потихонечку... О, солнышко выглянуло. Классно, да, как стало? Так, давайте немножко расскажу вам о том, как этот забор был сделан. В общем, друзья, он у меня находится под уклоном. Разница уклона около 80 сантиметров. Но это не страшно совершенно. Я решил, что это будет ступеньками. Каждая ступень на кирпич опускается на 7,5 сантиметров. И таким образом он у нас вышел на нужную высоту. Я выбрал яму на 60 сантиметров в глубину. 20 сантиметров отсыпал дренирующим слоем песка. Под каждой колонной находятся бур колонны глубиной. 32-й бур. 32 сантиметра диаметра бура, которым я это бурил. Я его сделал самостоятельно. Я вам сейчас его покажу тоже. Напомните мне, чтобы я вам показал. Бурил на метр сорок. То есть плюс сорок, это значит метр восемьдесят примерно. Ну, где-то филонил, где-то метр шестьдесят, где-то метр восемьдесят. Короче, вот так. Там заливал бетонную колонну и выпускал в толп. Все, дальше отсыпал песком. Там, где, кстати, выходили колонны, чтобы песок не засыпал их сверху, оставил рубероидные вкладыши, гильзы такие. И песочком обсыпал. Ну, для того, чтобы бетон с песком не сравнялся и не насыпался сверху, чтобы не было перерыва, поняли, да, песочного? Если вы понимаете, о чем я. На эту стройку забора в 2013 году я пригласил на помощь своего отца и пригласил зятя Алексея. И мы втроем залили бетонный фундамент. Вышло нам ровно десять кубов. То есть, если вы вдруг захотите построить нечто подобное, друзья, ориентируйтесь, что это будет десять кубов. Если вы будете работать втроем, у вас не хватит дня. И утром мы доливали последние два метра. Ну, примерно около, наверное, куба. Приехали, и чтобы не успело схватиться, уже было жарко, лето. То есть, десять кубов. Если это переводить на деньги, ориентируйтесь, тысяч, наверное, сорок, да? Где-то примерно будет это стоить. То есть, ну, примерно 32 тысячи вы отдадите за бетон, 32,36, и 4 тысячи примерно у вас обойдется техника. Далее. Был закуплен кирпич. Кирпича было куплено на 30 тысяч рублей. Ну, это что просто по деньгам сразу вам прикидывать, но это цены, правда, 2013 года, но тогда такой кирпич стоил 21 рубль. И остался профлист, да, по деньгам, если считать. Сколько там профлист стоит? Я уже не помню. Рублей, наверное, по 270, по 300 за квадратный метр. Ну, квадраты вы можете сами прикинуть. Здесь метр сорок, по-моему, по высоте он идет. И ширина у него 2,30, по-моему, потому что я 2,50 делал, плюс-минус 2,50, минус кирпич по 12 сантиметров, 28, значит, получается 2,20 где-то, да, приблизительно. Так, далее. Шапки мне не вышли совершенно ничего. Я вам тоже сейчас покажу, как я их сделал. Прямо сейчас мы туда и пойдем. Ну, все, остался металл-профиль там тысячи на две-три. Ну, вот, собственно говоря, ценник вы можете уже примерно прикинуть, если вы собираетесь строить этот фасад. Так, теперь о косяках сразу, пока мы отсюда не ушли, ребят. Первое, что скажу. Я заказал вот это гнутье, но не убрал пленку. Глупо, да? Глупо. Но сделал. Так сделал. Так получилось. Второй момент. У гнутья обязательно надо было загнуть вот эти концы. Я этого тоже не сделал, и по ним стекает вода. Сейчас тоже происходит. С этой стороны нет, а с той стороны солнце резко выходит утреннее, и ощелкивается кирпич. Мне посоветовали подписчики использовать гидрофабизатор, я обязательно это сделаю. И вот такие вот проблемы, ребят. Я даже не убираю этот кирпич отсюда, потому что я хочу это все дело сейчас как-то приклеить еще по возможности. Ну, такие вот, короче, проблемы остались. Но мне не стыдно это показывать по той простой причине, что я строил это сам, и я не строитель по образованию. Но мне, в принципе, забор нравится. Он получился неплохой. Конечно, сейчас профессионалы могут покритиковать, и даже, наверное, правильно, что это сделают. Но, ребят, не судите строго. Делаю я это сам, и делаю я это для себя. Очень много кирпича. Вот здесь надувает особенно много снега, и поэтому вот там, смотрите, прям, прям кошмар. Папоротник посадил, привез с горного Алтая. Классная штука, мне очень нравится. Он вот так каждый год вянет, а потом весной выходит новый красавчик такой. Я даже иногда бывает газонокосилкой состригую, то он все равно потом вылазит. И вот мы подошли, видите, да, какая фигня? Вот от этой проблемы я уйти не могу. И там эта беда, она прям разрушает его. Даже мысли есть, что потом как-то заштукатурить и, может быть, здесь сделать. Может быть, на всех колоннах потом я сделаю понизу. Камнем подниму, может, с фундамента что-то подниму. Короче, это придумаем. Если будет реально глаза мылить, я думаю, что дизайнерская мысль, она сама собой родится. Так, теперь по буру. Смотрите, как я его сделал. И вот так я его сварил. Тут на конце у него раньше был сверло. Потом оно обломилось. Вот, не сказал бы, что это идеальный вариант, но им я пробурил все-все-все-все-все лунки, какие есть. Вот здесь особенно кошмар. Вообще кошмар, да? Так, ребят, ну вы уже логику поняли, я думаю, все. Так оно собирается, все по-нормальному. Здесь маслом, а, здесь сначала скотчем проклеивается. Маслом немножко промазывается. Далее собирается, вот он, внешний каркас. Ну, тут надо разбираться, потому что у меня есть тут специальный конструктор, как это все собирается. И тут все по-нормальному, по уму это все собирается и получается прикольно. Вот, потом вставляется вот этот каркас. Все это, конечно, аккуратненько пристукивается, все это ровненько и отлично. После чего сюда заливается смесь, вибратор опускаю, садится полностью и оставляю, ну там, пару дней. Все, накрываю пленочкой. Пару дней прошло, это все отстукивается. Конструкция разбирается очень легко. Сюда стучишь, она, у нее есть место для люфта. Разбираю и колонна готова. Тяжеленная, кошмар, ну вы сами понимаете, бетонный камень. Все колпаки вылил именно этим путем и получилось очень даже неплохо. И советую. Конструкцию сделал буквально за полдня. Вот, ну это если интересно, если кто-то забор планирует строить. Вы уже, наверное, поняли, что мы находимся с вами в пунге прицепа, который я снял с того прицепа, потому что он не совсем удобен. Итак, я очень много вам рассказал про фасад. Я думаю, что вы все поняли, как это делать. Про ворота, если интересно конкретно от этого фасада, вот здесь видос по ссылочке, смотрите. И там полностью о них все, что можно, рассказано. Если что, вдруг какие-то вопросы, смотрите в комментариях, мы обсуждали. И если вдруг что-то есть, какие-то еще остаются, то пишите комментарии. Я все их читаю, на все отвечаю по возможности. Если комментарий действительно стоящий и он отражает какую-то суть нашего вопроса, я, конечно же, обязательно отвечу. Так, ребят, по поводу периметра рассказываю. Здесь делалось так же. Забуривался где-то на метр шестьдесят, метр сорок, метр шестьдесят. В основном было всегда метр шестьдесят. У меня вот эта буровая штука, она метр восемьдесят. Двадцать сантиметров я не добурил примерно. И, короче, метр шестьдесят везде в землю уходил. Потом делал на тридцать два сантиметра такую гильзу из бикроста, из рубероида. Скотчем ее обматывал, вставлял ее сюда, опускал столб, ровнял его по нитке, опускал туда ведро бетона, туда плюхой вниз, и потом это все засыпал гравием. Вот. И гравием прям трамбовали хорошо. Никакого песка, никакого обратной засыпки, ни суглинов, ничего. Только гравий. Этот забор, посмотрите, крепкий получился. И мне он полностью нравится, и он не гниет внутри, не ржавеет. Вот в чем большой плюс того, что мы сделали это именно вот таким путем. О, смотрите, у нас на первом этаже, на первом этаже вон птичка все улететь не может. Как они туда залетают? А вот как? Вот где она дырку нашла? Кстати, эта конструкция у нас уже готова к установке. Она будет ставиться здесь. Мы ее сюда перетащили. Это вот в этом видео, если интересно. Это будет у нас душевая сбора. Ну, не буду рассказывать, вы сами посмотрите, если это интересно. Так, по поводу забора далее. Кстати, есть один большой косяк, ребят. Не используйте, пожалуйста, клепки. Или используйте их диаметром от 8 миллиметров. Я использовал, по-моему, четверки. Оказалась очень слабая система. Хотя говорят, что и восьмерки срезает. Дай боже. Суть какая? У меня вот здесь одну зиму наметало так, что я перешагивал через забор просто пешком. Ну, просто поднимался по сугробу и перешагивал через него. Снега было прямо по самый верх. И когда он начал весной опускаться, вы видите, некоторые профиля погнулись. То есть он начал давить на это все дело и просто срезал. Металл-профиль просто срезал, короче. Я приехал, вон, вот здесь видно, вот видите, вон уровень. То есть везде опускающийся уровень ступенька, а вот здесь вот не так. И я это уже зимой прикручивал на простые кровельные саморезы. И это хоть как-то спасло ситуацию. И сейчас еще периодически идешь, например, так, просто идем по забору. Пойдемте покажу. Ну, просто для примера, чтобы сейчас вы это видели и поняли. Зима, зима. Ну, может, столбик где-то поднимает и срезает их. То есть, смотрите. Вот видите, вот нету. Вот это я уже продублировал. Просто здесь вообще вон лис шатался. Я сходил, у соседа взял и сделал. Вот, вот срезано, смотрите. То есть это уже продублировано. Поэтому четверки, четверки реально слабые. Не советую четверки. Используйте как минимум восьмерочку, шестерочку, восьмерочку. Лучше восьмерку. Тяжелее, согласен, сложнее немножко. Это стоит того. Друзья мои, если информация по поводу забора была вам хоть немножечко полезна, ставьте лайк. Ну, если, конечно же, она вам не пригодилась. Очень жаль. Смотрите тогда другие видео на нашем канале. Вот по этим ссылочкам. До скорых встреч. Забегайте на канал чаще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok